Вес тела Сегодня мы поговорим о том, что такое вес тела. В учебнике физики 7 класса сказано, что вес тела – это сила, с которой тело действует на опору или подвес под действием притяжения к Земле. А еще там говорится, что нужно различать силу тяжести и вес тела. И с этим определением мы и будем сегодня разбираться. Ну, прежде всего, когда говорят об опоре, то обычно подразумевают площадку пружинных весов, на которых стоит тело. А когда говорят о подвесе, то можно представить себе тело, подвешенное на пружинном динамометре. На тела действует сила тяжести, притягивающая их к Земле. А тела, в свою очередь, давят на площадку весов или тянут за подвес динамометра и при этом сжимают или растягивают пружину. И стрелка весов показывает на шкале эту сжимающую или растягивающую силу, которая и называется весом тела. В обычной ситуации, когда весы стоят неподвижно, вес тела равен силе тяжести, действующей на тело. Итак, вес – это сила. И это ясно из того, что я могу нагрузить площадку весов не только весом поставленного на нее тела, но и просто надавив на нее рукой. Но если вес – это сила, то почему же шкала этих весов размечена в килограммах? Ведь нас учат, что сила в системе Си измеряется в ньютонах, а в килограммах измеряется масса, а не сила. Возьмем тело массой один килограмм. Чтобы найти силу тяжести в ньютонах, действующей на это тело, нужно его массу умножить на 9,8. Так что вес этого тела и сила тяжести, действующая на него, равны 9,8 ньютона. Но еще совсем недавно, до принятия системы Си в 1960 году, для измерения силы использовались другие единицы. Так, чтобы вес тела и его масса в земных условиях численно совпадали. И эта единица силы называется 1 килограмм силы, или сокращенно КГС. И эти весы показывают и массу тела 1 килограмм, и его вес 1 килограмм силы. Эти весы показывают вес тела в килограммах силы, а эти весы показывают вес тела в ньютонах. С пружинными весами мы уже разобрались. А сейчас поговорим о равноплечих рычажных весах. На одну чашку этих весов кладем взвешиваемое тело, а на другую складываем разновес. 100 граммов, 200 граммов, 300, 350, 400, и весы практически уравновесились. Это значит, что на каждое плечо этих весов действует одинаковая сила. Ну а значит вес тела равен весу разновесов. Но отсюда также следует, что и масса тела равна массе разновесов, то есть 400 граммов. Но у рычажных весов есть одна особенность, которая отличает их от пружинных. Перенесем рычажные и пружинные весы с Земли на Луну. Массы всех грузов останутся теми же самыми. А вот сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. Поэтому показания пружинных весов уменьшатся в 6 раз. Вес тела на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. А на рычажных весах силы, действующие на оба плеча, уменьшатся в 6 раз и опять будут равными. Поэтому равновесие рычажных весов не нарушится. Нам осталось разобраться, всегда ли вес равен по величине силе тяжести, действующей на тело. Я подвесил баночку на динамометр и сейчас он показывает 3 Н. Опустим баночку под воду. И теперь динамометр показывает 2 Н. Сила тяжести, действующая на баночку, не изменилась. А ее вес уменьшился на 1 Н. И это связано с тем, что на баночку действует выталкивающая сила Архимеда, равная 1 Н. Конечно, можно на этот опыт посмотреть и по-другому. И сказать, что теперь вес баночки распределяется на 2 опоры. 2 Н приходится на подвес динамометра, а 1 Н на водяную опору. Но бывают ситуации еще более сложные. Вес тела изменяется и в том случае, когда тело вместе с подвесом или опорой движется с ускорением. И вы можете почувствовать этот эффект, когда, например, входите в лифт и лифт начинает ускоренно двигаться вниз. При этом пол как бы уходит из-под ваших ног и вес тела уменьшается. Это можно обнаружить, если вы будете при этом стоять на напольных весах. А если лифт движется вверх с ускорением, то в этом случае вес вашего тела увеличится. И особенно сильно этот эффект заметен, когда с большим ускорением вертикально вверх стартует ракета. В этом случае это явление называется перегрузкой. Чтобы продемонстрировать это явление, мы построили машину отвода, которая состоит из колеса и перекинутой через него нити. К одному концу нити подвешен противовес, а к другому платформа, на которой укреплены весы и фотоаппарат. Фотоаппарат будет снимать показания весов во время движения платформы. Сейчас груз легче, чем платформа, и когда мы отпустим платформу, то она будет падать вниз. Но с ускорением гораздо меньше ускорения свободного падения. Обнуляем весы, кладем на них груз массой 20 грамм, включаем фотоаппарат и платформа готова к запуску. Поехали! А вот что показала скоростная съемка. Сначала вес груза был равен 20 граммам силы. Наши весы бытовые, и они показывают вес в граммах силы, а не в ньютонах. А когда платформа пошла вниз, вес упал примерно до 17 граммов силы. Ну вот, платформа ударилась о посадочную подушку, ее вес сначала резко увеличился, а потом после нескольких колебаний вернулся к исходному значению. Мы утяжелили противовес, чтобы платформа двигалась с ускорением не вниз, а вверх. Настраиваем весы и фотокамеру. Опускаем платформу вниз. И пуск! Платформа готова к испытаниям, а теперь она пошла вверх, и вес груза на ней увеличился с 20 граммов силы до 27. Платформа затормозилась, и вес груза на мгновение стал отрицательным. И вот мы наблюдали изменение веса в системах отсчета, движущихся с некоторым ускорением. А теперь я задам вам заключительный вопрос. Пусть автомобиль едет с постоянной скоростью по горбатому мостику. Что будет происходить при этом с его весом? Ваши ответы на этот вопрос пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok